Несколько лет назад у жителей города Мурома, Владимирской области, возникла идея проведения праздника семьи, любви и верности. Это было не спонтанное решение, ведь именно в Муроме покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. Теперь, спустя всего несколько лет, празднование широко распространилось по всем регионам России. О том, как встречали торжество в Биробиджане, в сюжете наших коллег. Всероссийским праздником День семьи, любви и верности стал в 2008 году. С этого времени он получил поддержку в российских регионах. С 2009 года лучшим семьям России вручается общественная награда – медаль за любовь и верность. На праздничном мероприятии во дворце бракосочетаний в Биробиджане глава региона Александр Левенталь вручил эти медали шестисемейным парам, прожившим в любви и согласии более 25 лет и достойно воспитавшим детей. Приветственные адреса губернатора вручены также парам молодоженов, ставшими супругами в день праздника. У нас на Руси с семьей связано очень много. И всегда на Руси верность, любовь, они были самыми главными ценностями для человека, для семьи. Семейные пары со стажем и новобрачных поздравили также председатель законодательного собрания области Анатолий Тихомиров и настоятель Никольского храма города Биробиджана Иерей Георгий Борисов. Хотелось бы сегодня сказать о тех семейных ценностях, которым, слава Богу, сегодня наша страна возвращается. Ведь праздник, день семьи, любви и верности, это современный, конечно, праздник, названия это современные. Но сам день памяти Петра и Февронии, муромских чудотворцев, который сегодня отмечается, на Руси издревле праздновался нашим народом. В жизни Петра и Февронии воплощаются черты, которые православие всегда связывает с идеалом супружества, а именно благочестие, взаимная любовь и верность, совершение дел милосердия и попечения о различных нуждах своих сограждан. Кира Артемова, Артем Шайтанов, информационный отдел Биробиджанской епархии для телеканала «Союз».